Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 20 декабря. Житие святого Даниила, архиепископа Сербского. Святой сербский архиепископ Даниил жил при сербских королях. Стефани Уроши II в Милутине, Стефани Уроши III в Девчанском и Стефани Душане. Самое славное время Древней Сербии. Он происходил из знатного властелинского рода. Был сын богатых родителей, которые имели большую семью из сыновей и дочерей. Умерших, впрочем, еще во время детства Даниила. Будучи ребенком, Даниил просил родителей отдать его учителю для книжного учения. Но, огорченный смертью прочих детей, отец и мать не хотели расстаться с сыном. Однако мальчик настоял на своем. Он упросил одного родственника помочь ему и тайно от родителей ушел с ним к учителю. Учитель знал, чей мальчик приведен к нему и старательно принялся за его обучение. Ребенок обнаружил необыкновенные способности и прилежания. Так что скоро произошел своих сверстников и товарищей в училище. Сам стал в состоянии учить других. Родители сначала очень горевали, но когда узнали, где находится сын и как успевает, то примирились и во всем положились на волю Божию. Между тем у юноши стало развиваться стремление к целомудрию, чистоте, посту, бдению и молитве. Таким добродетелем, каковыми отличаются мужи крепкие, его стала занимать жизнь подвижническая. Он искал встречи с иноками, воздавал им должную честь и вступал в беседы об иноческой жизни. Так что вскоре у него самого возгорело желание стать иноком. И он молил Бога о сподоблении его иноческого чина. Уже в это время, много слыша о чудесах во Святом Граде Иерусалиме и на Святой Горе Афонской, он горел желанием посетить эти святые места. Но для сего не наступило еще время. Когда Даниил достиг зрелого возраста, сербский краль Стефан Урош, Милутин, слыша о его достойных качествах, призвал его к своему двору, полюбил и приблизил к себе. Несмотря, однако, на свое знатное происхождение и близость к государю, Даниил не возгордился. Но и при дворе держал себя смиренно и ни на минуту не оставлял мысли об иноческой жизни. Благочестивый краль Милутин нередко совершал богомольное путешествие по своей земле, посещая церкви и монастыри, поклоняясь святыням и раздавая богатую милостыню. В одной из таких путешествий в свите кроля находился и Даниил. Во время остановки в монастыре Святые Троицы в Сапочанах, Даниил, всегда любящий беседу с иноками, встретил одного такого инока, который вполне отвечал его желаниям. Он нашел в этом иноке хорошего себе советника и помощника, согласившегося пособить молодому вельможе принять иноческое посвяжение. Когда краль Милутин и свита окончили богомолье в Сапочи, когда все отдались после трудов отдыху, благочестивый юноша при помощи названного инока тайно, ночью, удалился из монастыря. Новый его руководитель привел его в Кончульский монастырь Святого Николая на реке Ибре, игуменом этого монастыря Никодимом. Беглец от царского двора и посрижен был иноческий чин с именем Даниила. Давно жаждавший иночества, Даниил, сподобившись принять оное, великой ревностью стал выполнять иноческие обеты, ревностно посещая с другими вместе церковные службы и в течение дня неся все монастырские труды. Даниил ночью наедине предавался бдению, богомыслию и непрестанной молитве. Молитва, слезы умиления, покаяния, посты, другие подвиги скоро сделали его образцом для других иноков. Слава его подвигов распространилась из-за предела монастыря. Скоро он стал известен тогдашнему сербскому архиепископу Исафию II с 1286 по 1304 год, который захотел вызвать Даниила к себе, нуждаясь в просвещенных и благочестивых духовных листах. Не раз Исафий звал к себе Даниила, но привыкший к монастырской жизни, которой давно желал. Вельможный инок не хотел расстаться с местом своего пострижения, так что архиепископ вынужден был обратиться к королю Мелутину, чтобы сам царь приказал монаху явиться к архиепископу. Принятый благословно Исафием, Даниил вскоре посвящен был им веромонахи и удержан архиепископом при его дворе, который находился в монастыре Жичи. Находясь и при архиепископе, Даниил продолжал подвижническую жизнь, ничем не нарушая монашеского обета. Но вместе с тем Даниил исполнял разные поручения архиепископа и служил по делам управления церковью. Даниил отличался красотой лица и прекрасным голосом и имел дар от Господа вещать смысленно и разумно перед царями по пророку Исаии. Изданно Даниил желал видеть святую Афонскую гору. Еще первый сербский государь, святой Стефан Неманя, отец первого сербского архиепископа, святого Савы, основал на Афоне сербский Хиландарский монастырь, в котором и подвязался Стефан, выношивший Симеон Неманя. Равно как и сын его, святой Савва. Хиландарский монастырь на Афоне стал поэтому навсегда самой драгоценной святыней для сербов. Карл Милутин возобновил его. Вместо древней небольшой обители он создал дивный монастырь, который находится недалеке от морского берега. По просьбе тогдашнего игумена Кириака, Милутин для защиты монастыря на самом берегу моря построил пирг, или укрепленную башню, церковью Спаса для защиты монастыря от морских разбойников. Упомянутый игумен Кириак вскоре умер. Архиепископ Евстафий и кран Милутин, заботясь об избрании достойного преемника, для совета созвали Духовный собор, который единодушно остановился на иеромонахе Данииле. И вот давно жаждавший в виде святую Афонскую гору, Даниил назначается прямо игуменом знаменитого уже и тогда, и особенно важного для сербов, Хиландарского монастыря. Время, в которое угодно было Богу возвести Даниила на игуменство в Хиландаре, было трудно и тяжело не только для святой горы Афонской, но и для всего царства греческого. В то время двигались уже турки и османы на Старьград. Не только теснили в Азии, но пытались проникнуть через море и в Европу. Цари греческие употребляли все меры для защиты христиан от неверных. Кроме своих сил, они всячески старались отыскать и постороннюю помощь. Так и сербский Кикраль Милутин помогал царю греческому Андронику, старшему против турок в Азии. Потом царь греческий вынужден был привегнуть к наемным войскам, к испанским каталонцам. Эта сборная из разных народностей наемные войска не сдержали договора, скоро вошли в связь с турками и с помощников, и защитников. Скоро обратились в лютых врагов православного христианского царства. Они грабили, разоряли и жгли жилища по всему Балканскому полуострову. По берегам греческих морей свирепствовали морские разбойники, особенно венецианские, как сухопутные враги каталонцы, так и морские преимущества венецианцы не оставили в покое святую гору Афон. Преувеличенные слухи о богатствах афонских монастырей привлекали хищников, которые, не давая никакой пощады населению, не разбирая ни звания, ни возраста, пленяли, убивали и грабили. От этих разбойников, хотя и христиан, но латинян, не избавилась и сербская афонская хиландарская лавра. В такое-то тяжелое время святой Даниил был назначен на игуменство в Хиландаре. Кральмилутина архиепископ Евстафий отпустили Даниила с богатыми дарами для святой хиландарской лавры. Давно жаждавши подвязаться на Афоне, святый Даниил с радостью стал осуществлять свои давние надежды. Он всей душой предался иноческим подвигам, твердо побарая все искушения, которые многоразлично метал на пути его спасения враг-дьявол. Пример игумена, его красноречивое наставление и поучение поддерживали и распространяли в монастыре благочестие, единомыслие, порядок и взаимную любовь. Но сверхдуховных подвигов игумену Даниилу пришлось совершать и подвиги внешней борьбы, защиты обители от упомянутых разбойников, которые опустошили и разорили всю святую гору. В крепкий, благоустроенный хиландарский монастырь сбежались многие монахи, простые окрестные жители, женщины и дети, ищая здесь крово и пропитание. Все монастырьские запасы отдано были на пропитание бедствовавшего населения, но и они истощились. Всюду кругом распространялся голод, люди и даже скот в опустошенной стране гибли от голода. Ввиду невыносимого бедствия самые монахи в хиландарском монастыре и стали разбегаться, ища спасения, но они попадали в рабство ко врагам или умирали голодной смертью. Только непоколемимый в твердости игумен Даниил не падал духом. Три с половиной года он отсиживался в укрепленной обители. Не раз враги подступали к воротам монастыря, ломились в него, но без успеха удалялись, обещая снова возвратиться. Даниил неутомимо защищался с бывшими в монастыре людьми и с постоянной молитвой Господу Богу. Ввиду грозившей страшной опасности заботливый и предусмотрительный игумен взял обещания и заложников от укрывавшихся в монастыре людей в том, что они будут защищать монастырь, решил спасти его сокровища и помочь в беде удалением на время к своему покровителю, сербскому кралю Мелутину. Давший значительную сумму золота, оставшийся в монастыре Даниил вместе с несколькими людьми и с братьями, забрал священную утварь и драгоценности, даже монастырский скот, и отправился в Сербию сквозь земли, занятые и опустошенные неприятелями. По милости Божией, среди всевозможных опасностей он благополучно пробрался в тогдашнюю сербскую столицу, в город Скопье. Крал Мелутин с радостью принял игумена Даниила и уговаривал его остаться у них до тех пор, пока минует опасность. Но Даниила, давним утянув на сохранение монастырские сокровища, и скот ушел обратно, готовый все потерпеть, даже мученичество. На обратном пути снова встретились разные опасности со стороны разбойников и врагов. В одном месте напал на него один владитель и хотел схватить его и ограбить. Но бывшим Даниилом люди одолели благополучно нападавших. Связали врага, повели с собой и отпустили только за пределами его владений. Возвратившись в Хиландарский монастырь, игумен Даниил прежде всего позаботился о том, чтобы на будущее время защитить и охранить обитель все от врагов, которые продолжали свирепствовать на Афоне и в окрестных землях. Снабдив деньгами нескольких надежных людей, он отправил их для закупки хлеба в морских пристаних и для найма вооруженных людей для защиты монастыря. Обеспечив таким образом защиту монастыря, сам Даниил удалился в Афонский монастырь Русик своему отцу духовному для духовной беседы. А вместе и ради безопасности, так как враги искали случай захватить Хиландарского игумена в свои руки, нашлись два изменника в Хиландарском монастыре, которые пришли в Русик, чтобы обманом вынуть своего игумена врагам. Но предусмотрительный, прозорливый Даниил сумел обезоружить их, хотя враги, осадившие Русик, пытались сожечь его и захватить Даниила. Но Бог спас Даниила от этой опасности. Враги завели между собой ссору и неожиданно ушли от монастыря. Восблагодарив Бога за избавление от угружавшей опасности, Даниил со своими духовными детьми и спутниками отправился на берег моря в Афонский же монастырь к Сиропотам, который также устроен был и обеспечен святым Саввы архиепископом сердским. Здесь Даниил вписал в себя и своих родителей в синодик для поминовения и, проведший несколько дней в молитве, возвратился в свой монастырь Хиландарский. Между тем, внешние враги, причинявшие слишком три года страшные бедствия и опустошения, постепенно стали оставлять Афонскую гору и на ней понемногу стал водворяться покой. В украшении и рассеянии всех врагов помогал греческому царю Андронику и сербский край Мелутин. После восстановления мира и спокойствия на Афоне, Даниил, так неутомимо и усердно защищавший и охранявший сербскую святыню, решился ради безмолвной и уединенной подвижнической жизни оставить игуменство в Халин-да-Хиландаре, передав его ученику своему Никодиму и удалился в Афонский монастырь Корею. Там находилась келья Святого Савы для безмолвной и уединенной жизни по правилам Святого Савы, по которым он иночествуя здесь сам совершал моления ночные расстояния, поклоны и псалмопения. Поселившись в этой келье, Даниил всецело отдался духовным подвигам, слава которых распространилась по всей горе Афонской, так что к нему стали многие приходить за духовным утешением и наставлениями. В то время, когда Даниил подвязался на корейском уединении, на его родине в Сербии возникла война. Против кроля Милутина восстал брат его Драгутин, желавший при помощи короля Венгерского отнять у Уроша Милутина сербский престол для своего сына Урошица. Милутин находился в большой опасности. Боясь вторжения врагов, он собрал свои сокровища в Байнском монастыре, но не имел надежного человека, которому мог бы поручить их хранение. Тогда за смертью епископа Байнская кафедра сиротствовала. И вот краль Милутин вспоминает деятельного Даниила, бывшего игумена Хиландарского и отправляет ему в Корею одного посла за другим, призывая к себе. Преданный уединенным подвигом, Даниил долго отказывался, но неотступные просьбы краля заставили его согласиться. И вот он является кралью Милутину. Краль издесняет свои тяжелые обстоятельства и, вручая собранное в Байнском монастыре сокровище, просит Даниила взять их под свою охрану и предлагает ему занять епископскую Байнскую кафедру. Даниилу очень не хотелось расставаться с уединенной жизнью на Святой горе, но краль Милутин наконец убедил его согласиться на помянутое предложение, обещая снова отпустить его на Святую гору, когда окончится благополучная война. Когда краль Милутин благополучно вышел из-за труднений вследствие восстания брата Драгутина, Даниил стал опять проситься на Святую гору, и как не уговаривал краль остаться в Сербии, он все-таки опять удалился в любимый Хиландар, где, поселившись в помянутом прежде пирге или башне, снова предается подвигам уединения. Как всегда, так особенно теперь, он предается чтению и изучению книг Божественного Писания. Святого Даниила давно влекло желание посетить Святой Град Иерусалим и поклониться христианским святыням. И вот теперь он полагал, что наконец настало благоприятное время для исполнения своего намерения. Он стал готовиться к путешествию в Иерусалим. Узнав об этом, сербский краль Милутин очень опечалился. Он не желал, чтобы Даниил совсем оставил его. Он нуждался в нем как в человеке, на которого можно положиться и который может дать и полезный совет и оказать услуги иного рода. Краль стал уговаривать Даниила отложить свое намерение и вместо путешествия в Иерусалим возвратиться в Сербию, где предстоят ему разные дела и почести. Даниил уступил настоянием краля. Баньская епископия была упразднена, сделана игуменством, а Даниил оставлен был на жительство при сербском архиепископе Савве Третьем, который отвел ему в своем доме келью как будущему своему преемнику. Ибо Мелутин уговаривал Даниила возвратиться в Сербию, обещал ему в будущем архиепископский сербский престол святого Саввы. Савва Третьй вскоре после того умер. На его место, однако, по неизвестным причинам изверен был не Даниил, а его ученик хиландарский игумен Никодим. Даниил уже получил епархию Холмскую. 20 октября 1320 года скончался благочестивый сербский краль Стефану Рож Второй Мелутин, правивший Сербией 30 лет, расширивший ее пределы и доставивший ей большую славу. Даниил был извещен о болезни краля и присутствовал при его кончине погребения, которое совершалось в задужбине Мелутина в Банинском монастыре Святого Стефана, где Даниил ранее был епископом. На сербском престоле вступил сын Мелутина Святой Стефан Урож Третий Дичанский. Сейчас же после своей коронации он вызвал и приблизил к себе епископа Даниила, которого с юных лет привык любить и ценить, как мудрого советника в течение многих лет при его отце, особенно как своего помощника и защитника в тяжелых несчастьях. В заступничеству и ходатайству Даниила Стефан Дичанский был обязан своим освобождением и заточением в Царьграде и окончательным примирением с отцом. Даниил таким образом стал теперь постоянным учителем, советником и помощником сербского краля. В начале правления Стефана Дичанского встретились затруднения как внутри страны, так и извне. Нужно было новому кралю защищаться против врагов внутренних, его соперников, поднявших восстание именно против двоюродного брата Владислава, сына краля Драгузина и против брата родного по отцу Константина. Нужно было также охранять себя и Сербию от врагов внешних. Болгарский царь Михаил удалил от себя жену свою Неду, сестру Стефана Дичанского и искал сближение союза с греками против сербов. Стефану Дичанскому приходилось переговором. Для таких переговоров не было тогда человека более способного, как епископ Даниил, обладавший разнообразными житейскими опытом и необыкновенным красноречием, особенно же умением говорить перед царями. И вот по просьбе и поручению краля Стефана Дичанского Даниил выполняет с полным успехом посольство к болгарскому царю Михаилу и цареградскому царю Андронику младшему, исполняя разные поручения своего государя. Даниил не мог забыть своей любимой святой горы Афонской и при всякой возможности и теперь уходил туда, но долго там оставаться ему не приходилось уже. Так, по выполнению упомянутых посольств, он удалился было снова на Афон, но смерть сербского архиепископа Никодима, последовавшего 13 мая 1323 года, заставила его вернуться в Сербию. Созданный кралем собор духовенства и властей деньогласно 14 сентября того же года, провозгласил Даниила архиепископом всех сербских и поморских земель, ему было тогда 50 лет. Занявший архиепископский престол, Даниил всеми силами своей души предался заботам о благе церкви своей, так горячо любимой родины. Прежде всего, конечно, он обратил внимание на церковное благоустройство, как внутреннее, так и внешнее. Как муж просвещенный, он старался среди духовенства поднять просвещение посредством поощрения книжного учения, распространения школ и книг. В богослужении и жизни церковных людей он заботился о введении строгого чина, порядка и благолепия. Много забот приложено было им к тому, чтобы церкви имели нужные книги. Много было введено в церковное употребление таких книг, которых ранее у сербов еще не было. Архиепископ Даниил в течение своей долгой жизни приобрел большой опыт в делах строительства и хозяйства. Занявший высшее место в управлении сербской церковью, он применил к делу свои обширные познания и опыт. При сочувствии сербского краля он имел полную возможность при своей горячей ревности заняться внешним благоустройством церквей сербских. Он возводил новые великолепные храмы, восстановлял и перестраивал старые, украшал их извне и внутри, снабжал церковной утварью, священными одеждами и книгами, украшал иконами и стеной живописью. Для построения и украшения храмов он добывал нужные, часто дорогие материалы, как самой Сербии, так и за ее пределами, выписывая как мастеров, так и самые предметы, например, из Адриатического Приморья колокола для церквей. Особенно много трудовых забот он положил на устройство и украшения церквей в двух архиепископских кафедральных монастырях жичи и печи. В одном месте, в знак благодарения за избавление его от опасностей, которым он подвергался в своих многоразличных странствованиях по Сербии и за ее пределами, он построил великолепный храм в честь Богоматери, именуемой Адигитрией Цареградской с двумя пределами в честь Иоанна Пресечи и святого Арсения архиепископа Сербского и тут же маленькую церковь во имя святого Николая Чудотворца. Украсив ее великолепно внутри и снаружи, снабдив всем необходимым, он установил, чтобы в этом храме совершали богослужения греческие монахи по греческим книгам и по чину греческих монастырей. В другом месте к ранее существовавшим церквам святых апостолов и святого Димитрия и им построенной Богородичной Церкви он пристроил общую припрату то или трапезу по подобию храмов греческих из драгоценных материалов и с различными украшениями изнутри и извне, а вблизи пирк или укрепленную башню с церковью наверху во имя святого Даниила Столпника. В разных местах Сербии как-то в крепости Маглич в местечках Елицы и Лизицы и других архиепископом Даниилом было или вновь построено или возобновлено много церквей монастырей и других зданий принадлежавших церкви. Кроме возведения церковных и других зданий Даниил везде при монастырях и церквах заботился об устройстве и разведении огородов садов виноградников и вообще хозяйства для обеспечения различных церковных учреждений. Время управления архиепископа Даниила было лучшим временем как внутреннего так и внешнего процветания сербской церкви. Много памятников старины от того времени сохранилось и до ныне. При Стефане Дичанском Даниил был постоянным и главным советником. Когда возгорелась война между Сербией и Болгарией, когда Стефан Дичанский вместе со своим сыном Стефаном Душаном отправился в поход, Даниил оставлен был попечителем королевского семейства и главным правителем страны. На имя архиепископа Даниила краль посылал известия с поля брани, и архиепископ учреждал молебствие о даровании победы, а когда в битве при Вельбуже сербы одержали решительную победу над болгарами, Даниил назначил благодарственное молебствие по всей сербской земле. король Стефан Дичанский в знак благодарности Господу Богу за дарованную победу, на сокровища которые достались ему как военная добыча после поражения болгар, решил создать себе задужбину великолепный храм Вознесения Господня в Дичанах. В избрании места и построении этого драгоценного художественного храма принял самое деятельное участие архиепископ Даниил. Он был не только ктитором строителем монастыря, но и вкладчиком. Он на свои средства отстроил одну частицу храма как свою собственную задужбину. Немного времени спустя после торжества победы над врагами архиепископу Даниилу пришлось пережить тяжелое обстоятельство сербской внутренней смуты, в которой благочестивому королю Стефану Дичанскому суждено было погибнуть мученическую смертью от убийц, действовавших небезведомо сына его Стефана Душана. Стефан Душан, сделавшись единовластным королем Сербии, силой оружия распространил пределы государства и приобрел новую славу для Сербии и сербской церкви. Он принял титул царя сербов и греков по завоеванию некоторых греческих областей, а сербского архиепископа возвел сам сербского патриарха. Это было в 1346 году, но архиепископ Даниил до сих Святой архиепископ Даниил знаменит не только как благочестивый подвижник, церковный и государственный деятель, но и как просвещенный книжный человек и писатель. Его ученик, написавший его житие, свидетельствует о необыкновенной начитанности Даниила, его любви к книжному чтению и просвещении других, о его заботах о распространении книг по Сербии не только в новых списках прежних книг, но и в составлении и переводе другом деле трудился неутомимо всю жизнь сам Даниил. Как писатель он оставил после себя обширный и драгоценный труд жития королей и архиепископов сербских. Даниил горячо любил свою родину и позаботился о том, что подвиги деяния прежних королей и архиепископов и с коих многие причислены к лику святых не остались в забвении. Своим примером и заботами Даниил много содействовал развитию сербской духовного Хиландарском монастыре долго служившим средоточием сербского духовного просвещения. Просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала.